Любой экзамен, будь то выпускной или вступительный, представляет собой стрессовую ситуацию для того, кто его сдаёт. Вот о том, как правильно подготовиться к экзаменам, как справиться с психологической нагрузкой, какие упражнения помогут поменьше волноваться, мы сегодня и поговорим в программе «Дела семейные». Здравствуйте! Все, кому хоть предстояло сдавать экзамен, искали ответ на непростой вопрос. Как правильно подготовиться к этому испытанию? Идеальная подготовка к экзамену – это хорошая учёба и работа, имеется в виду учебная работа в течение всего срока обучения. Ну, самое главное – понимать, что ты читаешь, не изубрить, не заучивать, а просто понимать, в чём смысл данного задания. Готовиться весь семестр на протяжении всего времени, а не в самый последний момент. Так мало кто делает. Если человек верит, ну, например, я не знаю, красную ленточку повязать какую-нибудь и войти, ниточку, что удачу принесёт, то да, конечно. Я не знаю, трусы в окно вытянуть или как-то он за чётку усовывает, халява, приди. Самое главное – не волноваться и систематизировать все свои знания. Это легче воспринимается, чем в таком беспорядочном. Я с того, что я представляю вам моих сегодняшних гостей. Светлана Ермилова, гештальтерапевт, семейный психолог и Викентий Степных, медицинский психолог. Здравствуйте. 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 Так с каким же проблемами сталкивается человек при подготовке и сдаче экзаменов? Психологи традиционно делят это на разные как бы части. Это когнитивные проблемы, которые связаны с вниманием, памятью, мышлением, с личностными особенностями, там, ребёнка, студента и, в общем, и взрослого человека. И некоторыми организационными моментами, с которыми сталкивается, например, ребёнок, который впервые сдаёт экзамены ЕГЭ или ГИА, или в институте какие-то первые экзамены. То есть это некая, скажем так, атмосфера, которой он не привык, которая будет необычная и которая тоже несёт в себе некое напряжение. Непосредственно сам процесс экзамена – это стрессовая ситуация. И когда человек готовится к этой стрессовой ситуации, нужно принимать всегда во внимание тот факт, что всегда может что-то пойти не так. То есть всегда, может быть, что-то произойдёт в процессе экзамена, перед экзаменом, что-то там может порваться, штанина, например, нужно будет срочно искать какие-то новые штаны. Может что-то произойти в процессе самого экзамена. То есть, например, скажут, что всё, там мы в другом кабинете будем всё это дело проводить. Таким образом, подготовка к экзамену, она связана непосредственно к подготовке к определённым стрессам. Когда будут случаться эти стрессы, то необходимо понимать, что невозможно подготовиться ко всему. И спокойно их воспринимать, собственно, и непосредственно уже действовать в рамках обстоятельств, которые возникнут уже непосредственно по времени экзамена. Экзамен, правда, состоит не только из проверки знаний, но и из того, насколько человек подготовлен именно к стрессовой ситуации, проявить это знание в стрессовой и непривычной ситуации. Ну, скажите, какие дети наиболее подготовленные, вот могут быть подготовлены к этим стрессовым ситуациям, а каким детям тяжелее к этому подготовиться, тяжелее вообще подготовиться к экзамену? Не только к ситуации, но и к приёму знаний. Ну вот опять же, исходя из того, что бывают процессы когнитивного характера, то есть связанные с памятью, с мышлением, с вниманием, то дети, у кого нарушены эти функции, им тяжелее и дается подготовка. Например, если у ребенка волевой компонент не такой сильный, ему сложно заставить себя учиться, надкладывать все на последний день. Если у него нарушена память, то у него вообще этот процесс ему дается тяжело, потому что у него материал скользает, и он не очень может организовать свое пространство. И здесь от возраста зависит помощь родителей, учителей. Есть дети тревожные, им нужна своя поддержка. Есть дети, как говорят, часто болеющие, у которых в принципе не такой уж большой запас сил, чтобы готовиться к экзаменам. Есть дети, которые не умеют себя организовать, потому что они там не очень привыкли это делать. То есть достаточно много разных типов детей, которым требуется особенная помощь. И если это дети, например, в первый раз дают экзамен в девятом классе, им, конечно, очень нужна помощь и учителей, и родителей. То есть чтобы родитель помог там организовать какое-то пространство, помог там научить, как там выстроить эту подготовку. А у нас, как я наблюдаю вот в школах с теми детьми, с которыми я там сталкиваюсь, с их там страхами, что учителя там скорее ориентированы на детей несколько здоровых и с каким-то таким здоровым пофигизмом, что ли. И они такая тактика запугивания. А есть тревожные дети, которые на эту тактику реагируют вообще замораживанием. Да, они входят в такой там стресс, что они вообще готовятся, перестаются. Включаются какие-то защитные реакции организма, когда ребенок занимает чем угодно, но не подготовкой, потому что он не выдерживает этот уровень стресса. Поэтому, конечно, тут родителям важно понять, какой ребенок у них, и помочь ему там подкорректировать свое поведение и подготовку к экзаменам. Если родитель видит, что его ребенок трудно справляется именно там, даже не только с подготовкой к экзаменам, а вообще там в ходе учебного года видно, что он стал излишне тревожный, излишне нервозный, то есть начинает стараться уходить от решения каких-то проблем, изучения уроков, перестает там общаться со сверстниками или еще как-то, то, конечно, помощь специалиста, помощь психолога, она здесь необходима, нужна. Хотя бы просто даже иногда порой достаточно прийти на одну-две консультации, для того, чтобы понять, в чем корень причин, и уже начать с ним работать. То есть иногда изменение климата внутри семьи, то есть обстановка, она способствует тому, что ребенок перестает излишне тревожиться, излишне переживать по поводу каких-то вещей, у него появляются силы и энергии на то, чтобы изучать предметы, и, соответственно, он начинает улучшать оценки, хотя вроде казалось, да, там мама перестала ругать за немытую посуду, как-то относиться по-другому стала к человеку, ну, к ребенку, к своему. И оценки по математике стали лучше. Теперь давайте поговорим о методах подготовки к экзаменам. Есть различное количество мнемотехник, которые можно использовать для запоминания той или иной информации. Люди делятся там на несколько типов по приоритетности восприятия информации. То есть кто-то лучше видит, зрительно воспринимает, кто-то на слух, у кого-то моторные функции лучше развиты. И таким образом, ну, некоторые дети, ну, или там студенты даже, они могут вспомнить, на какой странице, в каком месте, в книге, там в учебнике было написано тот или иной. Ответ на этот вопрос. Да, был ответ на этот вопрос. Он представляет зрительно, что вот это так сделано. Конечно, для такого человека больше будут какие-то зрительные техники работать. А для человека, который больше на слух воспринимает информацию, для него, наверное, будет более полезно начитать на диктофон, ну, на телефон, какой-то там параграф, ответ на какой-то вопрос и слушать его ежедневно, то есть там постоянно, чтобы он на него на слух воспринимался. Моторные функции, написание всеми любимых шпаргалок. Преподаватели, они даже рекомендуют, говорят, вы пишите шпаргалки, только оставьте их дома. Ну, оставьте их дома, тут я бы все-таки взял, наверное, с собой шпаргалочку. Наверное, так все и делают, я думаю. Потому что даже просто факт того, что у меня есть возможность где-то подсмотреть и получить ту информацию, которая... Успокаивает. Да, это, скажем так, снижает уровень тревоги, это возвращается к вопросу о тревожных людях, да. И непосредственно моторные функции, то есть когда мы шпаргалку пишем, не печатаем на компьютере, не копируем из одного места в другое, потом распечатываем, у нас есть маленькая шпаргалка. Шпаргалке нужно именно писать, брать ручку и расписывать все это на бумаге, потому что моторная функция, она работает, и у нас чем больше задействовано нейронов головного мозга, то есть это моторные нейроны, это те, которые отвечают за зрение, которые за слух, вот чем больше их задействовано, тем лучше происходит процесс запоминания, тем лучше формируется, скажем так, ну, доминанты и все такое прочее. Как вы относитесь к обрядам, которые существуют разные? Вот я помню, когда мы учились в институте, у нас было очень популярно класть учебник под подушку перед экзаменом, считалось, что все знания переползают в голову. Такие, как бы, обряды, они помогают снизить тревожность как раз у тревожных людей, то есть есть люди, которые не выдерживают такой ответственности, и им очень важно, ну, переложить часть ответственности на какие-то высшие силы, вот, и их это несколько успокаивает. Поэтому, да, почему бы нет, можно. Ну, что касается спать с учебником под подушкой, то это однозначно делать нужно, хотя бы просто потому, что нужно выспаться перед экзаменом. У нас процесс запоминания, он же как устроен у нас в голове, мы из долговременной памяти, из краткосрочной памяти в долгосрочную, переходят именно во время сна информации, и, соответственно, если не спать, то есть в краткосрочной памяти все быстро очень выветривается, вы можете прийти на экзамен, если вы не выспались, и понять, что вы ничего не помните из того, что вы учили, да. Поэтому спать, конечно, нужно. Желательно, чтобы этот сон был кратен числу три, то есть там, ну, если студент находится в режиме в таком интенсивном, экстремальном, когда надо за один день все выучить, вот он с утра сел готовиться, то, ну, не знаю, часа три, полтора, то есть там шесть, то есть вот такое количество сна должно быть, потому что это связано с полуторачасовыми циклами смен фаз длительного, ну, глубокого сна и быстрого сна. И, соответственно, при переходе информации из краткосрочной в долгосрочную память происходит все во время сна, поэтому спать нужно. Поэтому очень отличный обряд был, когда нужно спать с учебником под подушкой, желательно, чтобы учебник был потоньше и чтобы было спать помягче. Чтобы он не мешал. Да, именно для того, чтобы выспаться. Ну, а Светлана правильно сказала, что, конечно, обряды, они очень сильно успокаивают. Очень сильно успокаивают, в том плане, что если у человека что-то на экзамене пойдет не так, то он может подумать, что, ах, это потому что я не махал вечером за четкой, не кричал халява, приди, например, или потому что я не положил там пятачок себе под пятку в ботинки. Из-за этого все произошло. Поэтому, конечно, лучше выполнить все эти ритуалы, если человек в них свято верит и считает, что, да, действительно, невыполнение какого-то ритуала может привести там к какой-то неудаче. Ну и, наконец, как не волноваться в день экзамена и как правильно себя вести на экзамене? Ну, волноваться все равно придется. А вот вопрос... То есть это нормально? Ну, конечно, это нормальное состояние. Часто студенты, ну и тогда даже школьники уже старших классов принимают различные успокоительные средства для того, чтобы не волноваться на экзамене. Дело в том, что большинство этих успокоительных средств, они на основе валерьяна сделаны, а валерьяна, она тормозит психические процессы. То есть мы перестаем волноваться и тревожиться лишь просто потому, что мы начинаем медленнее реагировать на ту или иную ситуацию. То есть представьте, что вы приходите на экзамен, и вместо четких знаний, которые у вас есть в голове, вы специально тормозите себе все эти процессы. И процесс именно ответа на какой-то вопрос, он струдняется, он затормаживается. И получается, что вы специально оценку себе понизили именно просто за счет того, что вы приняли какое-то там лекарство. В этом плане, ну, лично я, как медицинский психолог, я категорически против лекарственных средств, если они не назначены врачом, если нет опыта применения. То есть, ну, грубо говоря, идти там в новой одежде на экзамен – это одна из причин, почему не надо ничего нового делать в стрессовой ситуации, потому что новое – это дополнительный только стресс. Что еще можно сказать о лекарственных средствах – это о ноотропах, лекарства, которые помогают улучшить функции памяти, улучшить когнитивные функции. Дело в том, что аноотропы – это все-таки лекарственные средства, они назначаются по показаниям, то есть там у них в показаниях есть старческая деменция, слабоумие и все такое, что связано с нарушением функции головного мозга. И что детям прописывают такие препараты? Иногда родители или студенты сами, они их принимают для того, чтобы как бы подстегнуть мозг, дать ему какой-то допинг, чтобы он лучше воспринимал информацию, лучше запоминал. Основная ошибка кроется в том, что, во-первых, ноотропы начинают действовать спустя там несколько недель, то есть это 2-3 недели, и если вы готовитесь к экзамену, вот прям через неделю вам сдавать, то это бесполезно, во-первых, и трата денег, и трата ресурсов организма, потому что любое лекарственное средство все-таки необходимо в организме переработать. Имеет противопоказание. Имеет противопоказание. То есть эффекта не будет именно тот, который ожидается. Как родители могут помочь ребенку? В связи с тем, что в последнее время происходят даже очень страшные какие-то истории, когда ребенок не справляется с тем, что он плохо сдал экзамен, мне здесь хочется скорее сказать родителям, как сделать так, чтобы ребенок так сильно не волновался. Зачастую ребенок какие-то ожидания строит не даже не по своему как бы выстраиванию будущего, а то, от чего ждут от него родители. И здесь родителям очень важно понимать, какую они установку дают ребенку, чтобы ему это было по силам, чтобы он здесь иногда выстраивается так общение с ребенком, что когда общаешься с ребенком, понимаешь, что у него в голове экзамен, это как будто самое яркое событие его жизни. То есть это возводится в такое огромное ответственное мероприятие, что очень много детей с этим с трудом справляются. То есть ребенок должен понимать, что он имеет право на ошибки, и что его будут любить в любом случае, и что жизнь на этом не заканчивается, что есть разные пути дальнейшего продолжения жизни, чтобы не было такого, что сейчас от того, что ты произойдет в эти три часа, и через три дня еще в какие-то там какое-то количество часов, зависит вообще жизнь моя, судьба моя. Чтобы он понимал, что возможны различные варианты развития событий. Ну, здесь Светлана правильно сказала. Тут важно не переоценивать значимость экзамена, то есть дать ребенку понимание того, что это всего лишь один из жизненных этапов, которых будет впереди еще очень-очень много, кроме экзаменов, которые в школе будут, экзамены в университете, какие-то курсовые, сдача диплома. Это может быть для юношей, это армия, это тоже своего рода жизненный какой-то там экзамен. Но отношения с противоположным полом, это же тоже поступно. Вообще мы все время сдаем экзамены. То есть если мы будем к каждому экзамену готовиться таким образом, что, ай, какой ужас, если я его не сдам, то что-то произойдет в моей жизни, что потом дальше все пойдет под откос, то, конечно, уровень эмоциональной тревоги будет нарастать, и это будет только мешать это все сдавать. Поэтому, конечно, если ребенку дать понять, что независимо от того, сдаст он этот экзамен, не сдаст он этот экзамен, там, возможно, различные дальнейшие варианты. Но самое главное, чтобы ты все равно остаешься нашим любимым ребенком. Мы все равно тебя будем любить. Что бы там ни происходило, мы всегда будем рядом. Если у тебя какие-то сложности, мы всегда поможем, и все такое прочее. Но, конечно, это успокоит и настроит на какой-то продуктивный лад. То, что это просто один из жизненных этапов, который временный, который пройдет, дальше будет что-то еще. Мама, папа рядом, помогают. Соответственно, все, что еще может помешать для успешной сдачи и подготовки. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Это была программа «Дела семейные». Записью вы сможете посмотреть по нашим сайте trk.ru. Ну и с вами прощаюсь с вами на неделю. Всего вам доброго.